Приветствую коллеги, это фундаментальный анализ от компании Тикмилы, сам я Артур и Зиатур. Американские акции вчера закрылись в минусе, в пятницу у нас давление сохраняется, о чем можно сделать из-за продаж, из-за отрицательства результата на азиатских фондовых рынках. Европейские акции у нас показывают умеренный оптимизм. Фьючерсы на американский индекс у нас находятся в минусе. Видно, что намечается сегодня тест уровня 3110, исходя из этих двух попыток прорваться. Но пока до открытия американской сессии минус у нас составляет половину процента. Значит, продавцы у нас решили пощупать слабые места покупателей акций перед выходными на фоне выхода тревожных данных по занятости в США. И что интересно, вот эти тревожные моменты, они, как оказалось, весьма неочевидны, потому что популярные показатели, популярные именно среди большинства инвесторов, они продемонстрировали улучшение. Но вот сегодня мы разберем именно менее очевидные показатели, на которых сейчас стоит обращать внимание, так как они более точно позволяют оценить реальную безработицу в США и ее динамику. Значит, вчера внимание рыночных участников, оно было приковано к выходящей в каждый четверг статистике по численности людей, только обратившихся или уже получающих пособие в безработице. Значит, вот эти два основных популярных показателя, о которых я уже сказал, это первичные заявки на пособие в безработице и длительные заявки на пособие в безработице. В календаре они выглядят вот так. Значит, эти данные, они приобрели особую значимость недавно, после того, как правительство США расширило программу страхования доходов, введя разнообразные пандемические надбавки к базам выплатам, которые существенно повысили доходы для некоторой категории безработных. Они даже, например, стали получать больше, чем тогда, когда они работали. А также право получать выплаты получила такая категория безработных, которая не находится в поиске работы. И это создало необычную ситуацию, где важная часть безработных, она не учитывается в официальной статистике, не попадает в нее. Следовательно, важность альтернативных метрик рынка труда, которые захватывают вот эти вот неучтенных безработных, эта важность, она резко возросла. А данные в этот четверг показали, что первичные длительные заявки, они продемонстрировали улучшение, в позитивном смысле они превзошли ожидания. Видно, что вот оба показателя оказались лучше прогноза. Но если мы заглянем немного глубже, то картина на самом деле совсем не радужная. Продолжают у нас развиваться некоторые тревожные тенденции в занятости в США. Есть такой показатель, как заявки по всем программам пособий по безработице, они, вопреки ожиданиям, у нас продолжили рост. Выросли они у нас на 1,4 миллиона до 32,9 миллиона. Это рекордный уровень заявок за все время, как мы можем видеть. Видно на графике, что у нас кривая, которая показывает число официальных безработных, будем так говорить, в США. Видно, что начиная с апреля число безработных у нас снижается официально. Но в то же время в этих отчетах по безработице публикуются такие показатели, как общее число заявок по всем программам пособий по безработице. И видно, что расхождение у нас продолжает увеличиваться. В то время, как официальный показатель у нас безработных снижается, число людей, получающих пособий по безработице, у нас здесь продолжает расти. Вот такая у нас ситуация возникает, формируется вот такая тенденция очень странная. Если мы будем использовать значение вот этой кривой, чтобы рассчитать показатели безработицы, в США, ну, как бы логично, да, то, что если человек получает пособие по безработице, значит, он безработный, значит, он не работает. Но вот видите, как бы в показателе он у нас официально не включается из-за особенностей подсчета. Ну, как бы, кому интересно, вот эта деталь, особенность подсчета заключается в том, что человек должен быть в поиске, иметь статус человека, который ищет работу. Собственно, сейчас для получения пособий по безработице, вот этих некоторых пандемических надбавок, это условие правительство отменило. Получаем мы вот такое вот расхождение, что официальный показатель безработных вроде бы снижается, на самом деле число безработных вот через эту альтернативную метрику, мы видим, у нас растет. Вот. Значит, если мы используем вот эти показатели, показатели серой кривой, используем это последнее значение, то на самом деле реальная безработица в США, она составляет 20%. Это вот по сравнению с 11,1% официального показателя. В контексте просыпающегося пессимизма в замечаниях чиновников ФРС, такая динамика, вот эта, да, она вполне ожидаема. Напомню, что в начале этой недели у нас глава Федерального резервного банка Атланты, Рафаэль Бостик, заявил, что есть признаки, цитирую, что восстановление активности задыхается, и дискуссии о новой программе стимулирования, о новом пакете господдержки становятся сейчас все более и более уместными, и одним из таких тонких сигналов того, что правительство работает над этим вопросом, работает над тем, чтобы, работает на задачи продления программы, чтобы определить, собственно, этот размер этого пакета и условия вот этих выплат. Одним из тонких сигналов стало продление вот этой кредитной программы, кредиты на зарплаты, да, вот эта программа, она у нас была для фирм, которые испытывают трудности в поиске денег для того, чтобы выплатить зарплату своим сотрудникам, собственно, была вот у нас такая программа, пользователь с ней фирмы в США этой программой, и вот недавно совсем, это получается, в начале июля правительство США продлило действие этой программы до 8 августа, получается. Собственно, другая важная часть программы, это вот эти пандемические надбавки, сейчас правительство ломает голову над тем, скорее всего, как эту программу продлить, в каком объеме, и напомню, что вот эти повышенные пособия безработицы, включаем пандемические надбавки, они действуют до 31 июля. То есть у нас подходит время, у нас сейчас вот в этом месяце должны начаться дискуссии по поводу того, что же правительству придется сделать, чтобы после того, как истекают действия этих пандемических надбавок, чтобы не просел резко потребление, так как очевидно, что вот с такой динамикой все больше и больше людей, их вот потребительские расходы, по сути, да, они вот здесь вот включаются, потому что вот эти полученные пособия, они не направляются на потребление. То есть, по сути, мы сейчас можем заявить, следовательно, то, что потребительский компонент ВВП все больше и больше лежит на плечах правительства, из-за того, что как раз-таки больше и больше людей обращаются за вот этими выплатами. И это, конечно, еще один аргумент в пользу того, что правительство должно будет продлить вот эти действия, вот этих выплат, потому что недостаточно, на самом деле, их действий до конца этого месяца, нужно больше, правительство, скорее всего, вынуждено их будет продлить. И уже вот по сложившейся такой немного, скажем, уродливой традиции, такое решение вот о продлине этих выплат, о новом стимулирующем пакете, скорее всего, запустит новый виток покупок, новые ралли на фондовых рынках США. Потому что все вот недавние стимулирующие программы, которые у нас были, они уже показали. Из них можно сделать... Главное следствие из этих программ было то, что фондовый рынок у нас получает некоторый толчок, он у нас растет, и, к сожалению, все внимание инвестора как раз-таки приковано было к действиям правительства, и сейчас создается еще вот такой прецедент, да, по сути, где еще раз возникнут такие уже условия, чтобы инвесторы вновь были сосредоточены, их внимание было сосредоточено на действиях правительства, получается. Вот, это на сегодня все, что я хотел сказать. Пишите вопросы в комментариях, будет интересно также послушать ваше мнение по поводу того, будет ли новая стимулирующая программа в США, приведет ли это к росту фондового рынка в США, вообще, чем это все закончится, вот, поэтому пишите, да, все это в комментариях, задавайте вопросы. На сегодня у меня все. Спасибо за ваше внимание, увидимся с вами в понедельник.